Следующий выступающий, господин Пушков, пожалуйста, вам слово. Спасибо, господа председатель. Как мы несколько раз подтверждали, Россия заинтересована в сохранении диалога и взаимодействии с парламентской ассамблеей. Именно поэтому, даже после введения санкций против нашей делегации вразрез с принципами парламентаризма, Россия по-прежнему имела контакты с парламентской ассамблеей, хотя она не могла принимать участие в заседаниях ассамблеи как равный партнер. Санкции этого не допускали. Мы поддерживали контакты, и у нас был ряд встреч в президентском комитете и в Париже, и в Страсбурге, и в Москве. Мы принимали участие в работе некоторых комитетов парламентской ассамблеи, и мы принимали мониторинговые миссии, живя в России. И тогда, поэтому в духе диалога и сотрудничества российская делегация стремится к тому, чтобы позволить представителям парламентской ассамблеи посетить госпожу Савченко там, где она находится, чтобы оценить ее состояние здоровья и обвиняться с ней мнениями. Госпожа Савченко – это не просто член парламента. Это военный человек, который обвиняется в серьезном преступлении, в содействии убийству двух российских журналистов. Но, несмотря на это, мы готовы к этому шагу. Как мы проинформировали президентский комитет, мы готовы пригласить комитет министров в Кремль. То же самое подготовить надо доклад о преступлениях, которые происходят в Восточной Украине. Только что мы слышали, что на Украине существует партия войны. Мы обошли вопрос, почему около миллиона человек бежали с Украины. Потому что они бежали от разрушений, которые чинила там украинская армия. Значительная часть того, что происходит на Восточной Украине – это ответственность и вина вооруженных сил Украины. ПАСЕ должна принять сбалансированное решение. Без России будет ли межпарламентский диалог в Европе более или менее продуктивным? Поможет ли это решению кризиса на Украине? Кто выиграет от окончания такого диктолога? И что в конечном счете возобладает – эмоции или разум? Именно вы должны дать ответ на этот вопрос. Спасибо большое, господин Пушков.